вы представляете мы сегодня сели в маршрутное такси и там был водитель я не помню как его звали и мы ему сказали можно мы проедем шесть человек а просто бесплатно ну за песню мы споем песню и он сказал да можно а мы заработали еще сколько-то денег мы стояли прямо в метро и пели песни представляете и нам давали деньги вы не представляете мы заработали почти 500 рублей макс вообще сегодня он такой счастливый был я таким счастливым никогда не было когда мы играли в переходе и заработали бабла макс вообще охренел он подошел сказал разве так можно было почему мы так не делаем каждый почему мы не можем туда поехать там сделать все мы сегодня сделали красиво ребята согласно да было интересно но если у нас не будет больше заданий получается мы не сможем поехать нам нам нужно задание еще передаем эстафету люди когда видели радовались это было очень круто отрывай рот ты не понимаешь ты сам себе так глубоко не сможешь засунуть убить все микробы нет он не куком правда заряжается девочки вы готовы да поехали раз два три четыре раз два а закончили упражнение плати бабосы мы с тебя спросим приедем поговорим сыграем и вопросы давай заносы рельсы спросы еще одно упражнение которое мне очень нравится готовы да раз два три четыре раз два три мы окажемся рядом с тобой мой друг и сделаем чё хочешь вот такой вот это не было запланировано а что вы делаете ну вот сегодня мы выходим ты говоришь здесь какое-то пятно я вижу что здесь какое-то пятно от милана милана не любит когда здесь что-то ну грязно или еще что-то у нас пропали бабки которые мы вчера заработали может быть да и пошла в магазин да может да 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 правильно говорю значит она просто вышла через дверь а мы не увидели по-другому никак зачем тогда она пошла для чего почему она деньги не взяла деньги не нужны знаешь почему у меня такая версия или на концерте вчера или позавчера она в торговом центре когда мы делали представление о нас она с кем-то познакомилась там кстати в ресторане было много молодых парней она с кем-то познакомилась и договорилась точное место встречи наверное сейчас как-то туда умотала на самом деле очень странно когда мы сегодня искали денег не было там а потом они появились ну да это было все проверяли мы все проверяли а самое странное что ли я могла просто реально сама по себе выйти просто мне кажется мы не заметили потому что в доме ее нет да мы сегодня все здесь были когда когда это происходило да ли я вышла но она помните в начале когда мы только не не шесть тут пожили она вас выходила просто так а вы печи нету а макс сказал что она собралась на шаба швейн на шаба шана это что сегодня полно то есть она улетела на мид лет я сейчас глянусь и сегодня полная луния чё серьёзно на шаба швейн катя макс просто ты тебе надо знать что тебе надо приехать в лас-вегас играть в покер ты станешь миллионером и все она действительно с кем-то познакомилась в этом ресторане да мы все время вместе были она никак не могла познакомиться и я видела нет нет я вообще луну сегодня не увидела заказчик конфликт провокацию грубое слово в адрес друг друга Васич и юрец приседают по 50 раз задание действительно с сегодняшнего дня на протяжении двух недель отличное задание Ирина Петрова какая у вас все таки мудрая женщина шикарное задание молодцы абсолютно верно может быть в доме у нас будет мир и лад наконец начнется хотя бы на две недели и потом ребята привыкнут и так это войдет да у нас хорошо все в доме просто иногда там цепляемся вот а вот это кто нарисовал мне смущает смайлик ну это какая-то пентаграмма пентаграмма Леина может быть это тоже появилось сегодня ну кто-то из вас же это сделал я сейчас просто немножко уснула у меня голова болела я первый раз убежит вообще когда ты послушал я не видела кто-то а вон пятно еще не видишь у нас на самом деле сегодня два мистических не стой там пожалуйста во-первых это пятно это пентаграмма потом деньги исчезли шкафчика потом они появились а теперь вообще Лея пропала это да кто-то из нас тут что-то скрывает мне кажется может быть это не я что-то на меня смущу я ничего не скрываю ну как по-другому мне кажется может быть мне кажется знаете что может быть Лия это действительно была помощницей КАЦ о Елена Аржитова что-то написала Басич Юрец вы два красивых умных мужчины опор для своих трех сестер трех девочек которые переживают ваши перепалки мое задание никогда не говорить друг другу слово ты как баба уберите их из своего лексикона вы же мужчины вы настоящие Елена Аржитова молодец хорошо написала окей принято все переживают за то что с нами происходит в нашем доме потому что мы как семья мы должны быть едины тогда мы непобедимы а сейчас выясняется что у нас вообще темная лошадка в нашей семье мне кажется может быть Лия была знакома с КАЦ неужели она на КАЦ работает ну мы бы спалили хоть раз бы нет то есть ты думаешь она бегает в КАЦ когда она выходила и мы считали что она доносит на нашу да что она перебежьица ну как не перебежьица что ее завербовала КАЦ и что она работает на нее вот потому что она несколько раз убегала потом возвращалась это странно правда избитая в ванне помните фотографии когда она была в ванне ну допустим смотрите а вдруг там ей сказали если ты не сделаешь это то 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 и то то тебе конец мы тебя достанем ее просто заставили работать может ей угрожают да угрожают очень сильно она сейчас хорошо а что для чего что здесь такого мы все мы всегда под камерей все все видно что допустим Акация предложила что-то такое от чего она вообще не смогла отказаться серьезно и окажись мы на месте ее мы бы возможно может быть поступили бы так же потому что возможно там все нет мне кажется ей просто угрожают ничего не предложили а что она нам не скажет то если угрожает по сути то что то что мы делаем это мы делаем по закону потому что наша бабуля нам так оставила но если ей угрожают это уже можно обращаться в определенный правоохранитель органы а может быть смотрите какая тема нет изольда катс по по наследству по завещанию мы должны быть все шестером так а если допустим ей угрожают тем что смотрите изольда дикжекатс нужно чтобы хоть хотя бы кто-то один ушел или как-то исчез и тогда она получит наследство да да и получается если ее специально хотят убрать или перекупить или как-то еще чтобы а вдруг она вообще не родственницы потому что помните изначально было что среди нас есть вообще предатель какой-то но опять на 6 человек как было написано помните среди вас есть лжец самозванец самозванец абсолютно верно самозванец самозванец какой-то макс ты молодец слушайте а еще странно что нам уважаемые наши господа которые на нас смотрят перестали вообще присылать продукты или что-то еще да у нас уже нечего есть вообще ничего не присылают макс подожди забыли про нас подожди ты же что-то приготовил да а что я приготовил ну супер номер а да макс стесняется он на самом деле приготовил так как все здесь заразились рэпом елец поможет я помогу максу с радостью большой потому что он братец вот надо как-то перейти по негативной нотке позитивной да на самом деле нам очень необходимо то о чем сейчас будет говорить безумный макс безумный макс давайте я до вас донесу может быть да может быть вы наконец-то поймете что нам действительно надо да ты готов? макс 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 мак макс 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 тоже писать туда в чат, а общаться с нами, может, и Зольда Кац как-то с нами свяжется, потому что это не шутки. Пару раз она уходила, вот так, мы переживали, оказалось, что напрасно, она как-то возвращалась, но ничего толком не рассказывала, что и как происходило. Я ни разу не понял, где она реально была. Она с носом приходила разбитой, мы спрашивали, интересовались, но ничего не происходило. Вот, может быть, она сейчас что-то как-то решила куда-то, или ее... А может, Бурят снова ее забрал? Куча версий каких-то. Да Бурят уже давно забыл. А зачем ему это делать, для чего? Нет, я думаю, что он вообще уже уехал куда-нибудь. Да он уже, ему давно уже разобрался со всем, он уже уехал. Конечно, ему это не надо. Мне кажется, здесь замешанный Зольда Кац, потому что, ну, с другой стороны, зачем ей самой уходить? Да? Мне кажется, на встречу пошла к ребятам, вот с ресторана, молодые там сидели два, договорились встретиться, просто она нам не сказала для того, чтобы мы ее не отпустили в любом случае встречаться с незнакомцами. Из-за этого она не сказала. Пошла сейчас на встречу, сейчас придет. А как она бы договорилась? У нее даже телефона нет. Договорились сегодня, во столько-то, во столько там-то. Как раньше, без телефонов договаривались встречаться? Хорошо. А как она доедет? У нее же даже денег нет. Ну, уже мы научились ездить. Ну, хотя да, вчера мы добрались два раза бесплатно. Смотрите, из дома же можно выйти только с благородной целью. То есть, если бы она ушла с какой-то другой целью, плохой или еще что-то, она бы вернулась из печки, правильно? Да, Басич, но она-то не ушла с целью покинуть этот дом навсегда. Она временно просто ушла с благородной целью. Может быть, сейчас эти парни там продуктов ей купят. Может быть, эти парни сейчас ей что-то из косметики купят, что ей необходимо. Может быть, она просто на работу пошла. Да, может, на работу. Благородная цель, поэтому она не вернулась. Почему тогда, если мы семья, в семье как условно? Ты пошел куда-то, ну ты скажи, чтобы мы просто так не накручивались и не переживали. Ну да. Мы сейчас тут весь чон на нее наговариваем. И Зольда Кац, и этот чувак, и тот чувак, который в нос ей дал, и так далее. Мы сейчас накручиваем, а в итоге окажется, что она просто пошла прогуляться тут где-нибудь или добыть денег. Почему нельзя сказать? Вот это главная черта семейная. Быть внимательным друг к другу. И со стороны нас, и со стороны ее. Просто скажи, куда ты идешь? Ну, мне кажется, что-то она не сказала, потому что боялась, что мы ее не отпустим. Я бы ее не отпустила. Смотря куда она пошла. Я пошла бы с ней. Значит, она пошла туда, куда мы бы были против идти. Да. Значит, вот так. Только такая версия. Ну, а с чем может быть это связано? Единственный факт, мы не видели, как она выходила. Никто. Да. Этого не было. Но в доме ее нет. Если в доме ее нет, значит, она вышла. Подождите, так мы же попросили сегодня, чтобы все, кто видел. Так, уважаемые господа, если вы что-то либо видели, вы, пожалуйста, пришлите нам какой-нибудь отрывок или перемотайте. Вы же можете. У вас столько вообще функций. Вы можете делать все, что угодно. Как-то отлистайте там, посмотрите, где она могла быть, потому что мы в замешательстве вообще. Мы реально в замешательстве. Я даже не могу мячи жонглировать, потому что они просто из рук валятся. В доме ее нет. Под кроватью она не прячется. Нигде ни за шкафом, ни под кроватью ее нет. В доме нет ее. Значит, она вышла. Мы просто не увидели. То есть, а что нам теперь остается делать? Ждать ее. Да, остается что-то ждать. В полицию мы тоже не можем обратиться, потому что... А как мы обратимся в полицию? Ну, через смотритель мы можем обратиться. Во-первых, в полицию можно обратиться только через три дня. Если человек пропал, только через три дня можешь обратиться. Вот такие у нас странные вещи. Ну, в принципе, Изольда Кац всегда наблюдает за всем. Изольда Кац, мне кажется, все видит. Когда мы выходим на улицу, нас тоже нас все время снимает. Непонятным образом. Мне кажется, значит, Илья, она сейчас тоже Илью снимает. И я уверена в том, что она сейчас живая и здорова. Если бы уже с ней что-то приключилось, нам уже написали минус один там и вас никого нет. Там же написали минус один. А, сегодня же днем писали минус один. Ну, минус один в доме. Если бы нас уже выгнали отсюда. Но она потом еще раз писала минус один. Вот недавно мы сидели, вы наверху были. Мы здесь с Ксю Миланом, Ксю Я сидели. Тут опять писали минус один. Мы еще поняли, что реально, если так будет все продолжаться, нам надо чем-то заниматься. Потому что я себя поймал на мысли, что я деградирую. Что я слова забываю. Мне надо читать что-то. Я привык все время информацию какую-то перерабатывать. И мы придумали какие-то игры все время, каждый день, чтобы мы с семьей играли. Прикольные игры. Сейчас Лея вернется. Да, дадание. Сейчас Лея вернется, мы это обсудим. Попросите смотрителей прислать нам книги какие-нибудь, чтобы у нас было хоть что почитать. Да, да, да. На самом деле, это очень хорошая вещь, если у нас будут книги. Попроси смотрителей, может быть. Уважаемый смотритель, если вы нас видите и хотите нам помочь, пожалуйста, пришлите что-нибудь почитать. что угодно. Это может быть детектив, фантастика, любая книга. Это может быть что-то научное, может быть это какая-то энциклопедия. Мы бы хотели, чтобы вы прислали нам какие-то книжки. Все, что у вас есть, на ваш вкус, цвет и выбор, мы не привередливые. Присылайте нам, мы прочитаем обязательно и поделимся именно с вами той информацией, которую вы нам пришли. Может быть, вам некогда прочитать, мы сделаем это за вас, а вам расскажем об этом в прямом эфире. Да, мы можем делать и характер содержания книг рассказывать, допустим. Вот сегодня днем очень крутую штуку Изольда Кацк включила. Она поставила спектакль по... Это... По... Кто там? Короче, с революцией связанной и вообще Советским Союзом, с Троцким, по-моему, о Троцком шла речь. Ой, убийство Столыпина или Строц... А, или муравь камень в Зиновьеве. Столыпин. В общем, историческое. Да, со Столыпиным связано. Там хотя бы, хотя бы я свой... Хотя бы я свой мозг взбодрил. Убийство Столыпина кто-то там вставил. Не знаю, но меня нагнетало это какой-то ужас. Мы с Максом пытались, играли даже эти... Ну, он радиоспектакль был там, люди говорили, было прикольно. Ну, он был такой ужасающий. Но, тем не менее, хотя бы любая информация, она вбодрит мозг, она дает информации всплывать, и ты начинаешь вспоминать очень многие вещи. Потому что 20 дней без всего... Мне вчера пришла гитара, сегодня уже забрали. У меня руки вообще забыли, как играть. Это прикольно. А еще нам очень... Что нам надо? Я забыла даже. Нам есть надо, у нас есть ничего. Но, в принципе, мы можем сейчас на работу ходить уже. По-моему, господа, мы в заднице. Ну, да. Мы, по большому счету, никуда не устроились. Единственное, мы можем... Мы неплохо заработали в метро. Там всего 450 рублей. А сегодня нам пришло задание, что нам нужно сделать этот, как его... концерт для ребятишек. На новогодний. Да, на новогодний. Да, надо подумать себе от программы. Которую мы пытались обсудить, но сейчас может лучше... Вот, мы с Миланой обсуждали, что можно сделать вот такие... Вот, кстати, вчера Юрец же купила в метро вот эту штуку. Можно сделать... Это, кстати, очень просто. Реально можно купить шариков, ну, подарки детям. И муку туда насыпать. Да, и муку туда насыпать. И каждый сделает, ну, персонажа. То есть нас. Нас, героя. Например, каждый сделает по 7 штук. Я сделаю 7 штук Вась Васичей, 7 Кати, 7 Юрцов, 7 Безумных Максов, 7 себя. Не-не-не, по одному, каждому. По одному? Себя, да. А, ну ладно, сегодня говорила по 7 штук. А, чтобы много... Да. Ну, потому что, если мы пойдем куда-то в больницу, А вот там, если будет мука, мука, она же мягкая. Как вот сделать, чтобы именно вот такая вязкость была? Ты просто засыпаешь туда в упор до полотна. Да? Муку. Да. Блин, слушай, были бы у нас формочки такие, да? Прикольно. А что, ну, круто же, да? Было бы вот так. А потом мы могли бы детям это показать. Они бы тоже с нами что-нибудь сделали. И типа, как герои игры реальности. Это просто. И на самом деле у нас, ну, денег хватит, чтобы сделать такие штуки. Ну, то есть это помимо концерта, да? То есть получается... Можно взять под этот, под костяк сказку какую-нибудь детскую и типа ее обыграть. Просто нет, Елена Аржитова предлагает, что соберем, ну, деньги на подарки соберем всем миром. Откроем счет, кто сколько сможет. Вот, я и хочу сказать. Значит, уже может быть, на сайте начали сбор денег, общий счет. И каждый захочет, мне кажется, любой человек благородный, и захочет хоть какую-то часть нести для детишек. Уважаемые смотрители, если на сайте будет сбор, происходить денежных средств для больных детишек, которым мы пойдем с новогодней программы в детский дом или в больницу, там, в поликлинику куда-то, пожалуйста, сделайте добро, подарите людям добро и немножечко счастья для детишек. Кто сколько может, приобщайтесь к общему сбору, а мы купим на все деньги подарки и будем дарить их детям. Да, либо сделаем свои... Милана, добрый вечер. Добрый. Так удивительно, знаете что? А что случилось? Мы люди... Вот. А что это такое? Мы не поймем. Это осталось. Вот что-то было. Кто это сделал? Мы не знаем. Знаете, что удивительно? А ты что смеешься? Мне кажется, что кто-то из ребят просто подурачился. Я смеюсь, потому что я счастливый человек. Знаете, что удивительно? Что вот мы люди, которые попали в этот дом и отказались от всей своей жизни, принудительно отказались, и мы делаем благородные дела. хотим сделать реально праздник. Пожалуйста, не скупитесь, скидывайтесь, реально. Ну, это не шутки вообще. Реально, детки, они заслуживают жизни. Это абсолютно правда. Потому что, ну, все мы заслуживаем чего. Ну, кому-то что-то не хватило. Юрий, у меня есть подозрение, что это ваших рук дело. Да, это я сделал. А зачем вы это сделали? Просто я танцевал. Очень вы интересно танцевали. Я вот так танцевал, вот так, значит, танцевал. Потом я обратил внимание, что у меня кроссовок оставил гет. И чтобы закончить свое искусство, я решил сделать ему глаза. Но я готов понести наказание и стереть это. Значит, и пятно он сделал, все он. Поверь мне, наказание обязательно будет. Поверь мне, наказание будет. Будет? Будет. Ну, случайно, я не виноват. А почему вы ходите в кроссовках? А это домашние кроссовки, я не в домах хожу. У меня на улице вот эти кроссовки. Сейчас покажу, какие. Другие. Да, сегодня мы этот праздник будем делать в больнице, да? Ну, мы предположили, да, что если болезнь, все-таки, значит, наверное, это... Ну, ты что делаешь? Ты хочешь еще? Не-не-не, у меня вот отсюда появилось здесь. Дай мне что-то. Ну, я думаю, в любой больнице будут рады любому празднику держать детки. Креме, случайно, получалось договориться, мне кажется. Да, я сделаю. Нужен ноутбук. Да, уважаемые, смотрите, нам очень нужен ноутбук. И телефон тогда. И телефон заодно. Если это возможно, пришлите нам, пожалуйста, ноутбук и телефон. Тогда мы сможем найти больницу, где у нас наши детки, где лежат, в какой больнице лежат детки, и мы туда придем и сделаем для них новогодний праздник для ребятишек. Я думаю, любая больница будет рада, если... Конечно, не в палату заходить, чтобы инфекция там, в палату заходить нельзя, а в фойе, в коридорчике. Да. Собрать всех, позвать, позвать с палат. Максим, мне кажется, тебе нужно повторить то, что ты сейчас делал. Да, смотрите, что нам очень нужно. Про ноутбук. Повтори, пожалуйста. Сейчас? Да, я потанцую тебе, давай. Итак, дамы и господа, на бис. Сейчас прямо здесь, в этом доме деревянном, мы будем качать эти стены. Йоу, это MC Безумный. Мам-мам-ма-ма Мара-ма-ма-ма-ма — Мам-ма-ма-ма-ма По-испански antimac Max. spoonax. Смотрите, смотрите, Максу. Помогите. You know book, пришлите мне. Он нужен мне, чтобы я всех прокачал. Всем привет! Вы передал информацию? Узнал. В общем, с этим делом долго не тяните Пофармите на сайт игры blessing di fatigue заходите и Максу ноутбук приобретите! йоу! да пожалуйста это самое заветное желание Макс, которого он не может Макс, ты сам написал? конечно сам, а как ты думал? круто Макс, молодец! он не выдержал, он не выдержал, он же поэты и начал в этом писать Макс начал сублимировать, Макс начал создавать творчество у Макса тоже да? вот что делает человеком лишить его ноутбука, вот что человек превращается в... хорошо, что у нас не загрыз, конечно, это радует намок помните, как там подушка швырнулась и сказала да я хочу ноутбук свой а еще он каждый день разминает пальцы я вот не слышала, вы слышали, когда я говорила, не знаю точнее про лейблы? да, придумывала и просто если брать первые буквы мою и игры реальности, получается мир Милан, ну вы знаете, мне кажется это будет плагиат, потому что мир уже где-то есть, если честно но я не хочу вас огорчать, пожалуйста нет, Микаша, смотрите, нам в этом помогут мы же обращались к ним сегодня днем, можно еще раз это сделать попросить что? чтобы они присылали варианты свои в инстаграм, выкладывали с нашим хэштегом и все и самые лучшие варианты логотипов да, варианты логотипов а самых лучших и креативных мы наградим чем-нибудь да, даже именно тут можно допустим у меня Милана сошьет что-нибудь с этим лейбл, с логотипом и все с первым самым логотипом, да и все это и подарим так мы еще не выбрали какой который самый лучший выберем который мы выберем лучший это будет лейбл и ему будет подарок а получается мы же можем еще и свой придумать то есть как бы нам помогут и с той стороны и мы сами придумаем ну да почему нет то? я думаю мы в любом случае у меня есть реальная история мы просто можем так же как и наши господа участвовать в этом конкурсе то есть они предлагают свои и мы предложим свои и потом они же все равно будут выбирать а вдруг они и за наш какой-нибудь проголосуют классно же будет ну то есть я сейчас секундочку то есть объявляется конкурс на логотип логотип для одежды которую я буду в дальнейшем шить в котором участвуют зрители и мы то есть все предлагают потом когда выберут ну например 100 лучших 5 лучших и вот из этих 5 будут выбирать какое-то единственное голосование хорошо и возможно один из тех которые мы придумаем также будет в этом голосовании у меня другой вопрос я не об этом я о том что у нас же уже как бы есть логотип восьмерка вот то есть мы от него откажем она на одежду хочет она свой да да мы же вчера говорили о том что Милана хочет да и вчера мы говорили об этом и вчера мы говорили мы все время говорим о чем-то мы вчера обсуждали что ты можешь что-то шить чтобы у тебя был свой лейбл как у портной как у швеи вот так потом она сделала свою маленькую фабрику будет шить потом возьмет поедет в Китай нет 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 почему сама будешь шить конечно в этом же и есть это эксклюзивные вещи а Милане можно дать аааа да они будут очень дороже я сейчас покажу еще какую Милана слушайте а Милане можно дать задание чтоб она что-нибудь сшила например какие-нибудь трусы мужские и мы назовем Милана Стар Милана Стар да нет Милана Стар не подходит нам это как-то уже и мир не подходит хорошо нам нужна помощь срочно 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 выкладывайте все в инстаграм пишите наш хэштег и мы посмотрим а самые лучшие наградятся каким-нибудь приз у меня есть реальная история у меня друг короче его позвали на конкурс уважаемые смотрители я хочу вам продемонстрировать вот такой вот фалатик который шьет Милана сама ручной работы он великолепен очень обвораживает подчеркивает фигуру и вот с такого материала очень легко дышится кожа дышит и не устает дома это очень красиво для домохозяек чтобы вы в таких вот халатиках встречали своих мужчин с работы приготавливали ему ужин и просто их любили ценили за то что они у вас есть с вами рядом вот такой вот замечательный халатик от Миланы может быть у вас и люди такие ха-ха-ха и там пингвин такой был маленький прикиньте а чувак вообще не алло как говорит Ксюха ну как бы он вообще это смешно съехать с горки ну съехать конечно это неправильно но в этом прикол был типа понимаешь вот так так а я вспомню как его зовут его зовут Пабло 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 Паблито мы сможем сделать только Пабло когда пойдем поздравлять наших детишек а мы оставляем кстати вот эту идею что мы подарки им делаем вот таким образом я поддерживаю это офигенная идея общий капитал на нужды героев необходимо собрать общий капитал на нужды героев это как это? это я не могу понять задание нам что ли или это для осмотрителей а мне кажется что есть на сайте наверное выложили да значит для осмотрителей да общий капитал на нужды героев нужды нам что-то нужно нам нужны подарки вот на эти штучки нам нужны подарки не кажутся отдельно это нужды героев это одно а фонд где общий сбор будет для детишек это совсем другое кто-то хочет на нужды а кто-то хочет может быть я хочу детишкам дать я не хочу вам на нужды понимаете это два разных это может быть тут мы можем предполагать тысячу раз у нас есть задания нужды не нужды все вместе это наша нужда потому что это наша идея вот возможно и нам и еда необходима у нас реально есть нечего да у нас остался только лук я весь день чай пью с утра чай пью еще с утра что-то поел поэтому у нас нет еды по-моему у вас очень много картошки да да нам надо по-любому устроиться на работу нам надо понять где ли нам надо на улице уже темно ребят ну смотрите насколько я правильно поняла если изольда катс пишет что необходимо собрать общий капитал необходимо и тиры тиры они не за домом они на сайте то есть то есть необходимо собрать что кому ну явно не нам чтобы смотреть раз необходимо значит это расценивается как задание да так ребята помогите нам пожалуйста выполните это задание а а можно нам выезжать я не понял нельзя да при чем тут это ну потому что это не нам надо собирать или что нет смотрите мы если выйдем мы соберем что мы соберем рубли любит и которых мы уже за очень тирами как вот правильно я поняла оплачивают наши смотрители да то есть изольда катс нам сообщает что необходимо чтобы зрители собрали капитал в три тысячи тир а герои это мы готовы делать что угодно прикольные задания вот можете вкидываться там или как это называется господа закидывать а мы будем выполнять задание но чтобы не просто так люди скидывали да будем что-то веселое крутое делать мы на самом деле в тупике потому что у нас Лия пропала вы не обращайте внимание на настроение у меня реально нет настроения потому что я я не знаю где Лия я за это переживаю да мы в тупике потому что у нас нет еще еды нету у нас и заданий нам никакие не приходят мы никак не развиваемся еще и ругаемся вчера было весело серьезно и поза вчера было очень круто мы хоть выехали отсюда за эти 20 дней а сегодня что-то какой-то вот творческий депрессняк еще гитару у меня добрали вот это вообще просто можно еще раз он хотел сказать что он рад что у него хотя бы на пару дней но была гитара очень рад да Юрий правда Милан абсолютно сейчас верно сказал может я как-то неправильно я очень был рад что у меня была гитара я очень хочу эту гитару еще раз еще много много раз да еще раз объясни пожалуйста получается смотри это нам нужно сообщить нашим смотрителям так чтобы они собрали нам 3000 тир а может быть сделать так вот смотрите вот когда смотрители будут присылать задания все тиры за которые ну за которые будут приходить эти деньги то есть это чтобы они все шли именно ну как бы фонд вот этого на нужды героев понимаешь ну то есть смотри если допустим мы выполнили задания там с детишками или там какие-то мелкие задания чтобы все эти все тиры шли именно вот в этот фонд на общий капитал может быть так сделать и тогда мы получается потихоньку потихоньку будем собирать дело в том что как бы ну я не решаю такие вещи а изоль да как смотрите ли я предлагаю вот все задания которые мы будем выполнять чтобы все эти которые шли в общий капитал на нужды героев чтобы мы собрали три тысячи тир а я думаю это невозможно почему кажется что они же оплачивали задание они оплачивали задания это отдельно они не могут пойти в общий капитал на нужды героев это как копилка да общий капитал это другое просто нам надо это сделать а изоль да кажется определит уже, куда, как это пойдет. Мы все равно это не отслеживаем, эти процессы. Мы этого не знаем. Да, мы этого не знаем, поэтому нам просто нужно как-то их собрать. В общем, нам нужны деньги, чтобы мы поздравили деток в предновогодние дни. Сами что-то поели, сделали, сделали подарки. Мы все это снимем, если нам из Ольдекадс опять пришлет эти штуки. Как это называется? Маленькие были вчера. Гоупро. Гоупрошки, вот эти гоупро камеры. Мы бы это сняли все, сделали бы это очень интересно. И весь этот путь бы был очень крутой. Пусть мир увидит просто, насколько можно делать приятные вещи, скидываясь людьми, тем, кому нужна помощь, кому нужны подарки. Помогайте слабым и сильным тоже. Вообще всем. Чтоб было весело и красиво. Эх! Что еще с ними можно делать? С чем? Ну, с камерами. С камерами? Да все что угодно. Да можно, мы поняли, что мы можем работать, что мы можем петь песни, можем сделать Вась Васич соберет концертную эту программу, все скинемся, предложим, что у нас есть. И просто гастролировать. Мы бродячие артисты. Тогда только мы не можем без... И фургончик поле чистом. Это наш привычный дом. Без наших людей мы не можем. И они только, когда мы выезжаем, только когда они дают задания. То есть нам нужно побольше заданий. Да, может быть поклонники нам сейчас на самом деле дадут какие-нибудь задания. провести какой-нибудь, организовать мини-концерт. Или тот же концерт, например, такую же программу. Или другую, на любой, на ваш вкус. Где-то в вашем райончике, где вы живете. Куда вы сможете прийти, чтобы порадовать себя и своих близких. А мы заодно будем выходить из дома и зарабатывать всем самым деньги хоть как-то. Вот могу жонглировать на самом деле. Ли еще может жонглировать. Если бы она сейчас пришла, она бы тоже вам показала. А Ли хотела очень юбку и какие-нибудь штаны для занятий. У нее же растяжка, она занимается растяжкой. Может быть она поехала к себе как-то заработать на штаничке вот для растяжки. Может быть. Но почему не сказать об этом, я не понимаю. Вот это обидно просто. Обидно самому, потому что ты вроде говоришь все. Говоришь что-то по-честному. Она ушла по-английски. Поехала и по-английски. Нет, по-корейски. Это странно просто, почему она не сказала. Возможно, есть какая-то причина, почему она не сказала. Мы же тут выживали эти 20 дней. Ну можно же сказать хоть какая-то. Ну может быть есть какая-то причина, она может быть не специально. То есть, если бы она специально это сделала, вот это, конечно, глупо. специально не сказать ну а если она не сказала возможно есть какая-то причина и вот это меня пугает что за причина может быть чтобы не сказать куда она делась и но это же лея и что вот она такая нужно улице но нас должна вернуться в любом случае проще некуда что нам-то теперь делать как изольда что-нибудь писала про то что линии ничего значит один она прислала минусы но это я так понимаю она это делала для того чтобы намекнуть нам что я то вижу что ли нету одновременно в доме нет милан нигде я все обыскала в доме я же вам говорила изначально что ее нет а кто может еще так если изольда ничего не пишет пролив не говорит может быть зрители знают что-то уже их попросили чтобы если они что-то видели там промотали что-то искать еще раз и сделаем уважаемые смотрите если вы вдруг видели как лея выходила не заметили вы знаете где она сейчас находится напишите нам пожалуйста наш общий чат будет очень нужна информация очень полезно и очень приятно получить ее именно от вас или я третий раз делаю так что у нас зарождается новая передача или продолжается жди меня называется найти человека я даже номер помню помните этот номер 93799992 это про жди меня да да скоро ночью он придет душу он сломает снимет маску и другим он покажет и уважать он заставит того кто себя не уважает опять это стихотворение на плазме я думаю это от черныша потому что прошлый раз было то же самое черныш как это ну помните тоже было написано на плазме потом он зашел потом он дал записку и потом ребят опять минус один я не думаю что здесь случилось прямо беда что здесь случилось она жива здорово просто нужно время как-то я не знаю черныш один раз заходил показывал на печку он никого из вас не забирал но причем он только предупреждает так а мне кажется он перешел просто к действиям каким-то подождите минус один вас не пугает это меня очень пугает меня реально пугает потому что ну что за то что за шутки то опять ну что такое жили нормально поехали работать все было хорошо сейчас опять какая-то фигня ну что происходит почему что что нас пугают я не понимаю в чем дело можете сказать можете сказать что происходит зачем эти все штуки куда делась ли я что у нас происходит где наши задания где все из ольдакад что победила рано сдаемся конечно рано сдаемся ты не сдается вопрос задаются просто как куда получается мы сами все это сделали да мы сами все это притянули потому что то есть ты хочешь сказать что мы сами притянули что вот это произошло да то что лея пропала и не возвращается то что сейчас неизвестно сможем ли мы дальше вообще идти за наследством у нас нет еды нет воды нам не присылают задание ничего как бы в тупике опять показывает это космос а что это значит а я хочу верить да это означает а то что в нас может быть нас но я уже переживаю за все тоже вышло из-за всей рамки столько времени много помните как все начиналось когда мы письмо прочитали от бабушки нашей там было написано что никто не может уйти что вы должны быть семьей что вы что мы реально родственники а последние дни на самом деле а можно что это фильм вот то может и и это похитимой здесь подожди фокс москва фокс мандер тайная станет явно военный моте ретные материалы материалы ну конечно да я думаю что фокс мандер пришел а кто там с ним залезать что фокс мандер он кстати русский русская кстати рекламе этой пив пиво в рекламе киев и буду говорить какой а может быть это люди в черном Просто, знаете, зашли люди в черном Вот так вот схватили Лию А потом всем стерли нам память Пиво такое хорошее Блин, там такая реклама крутая Просто капец, одна из лютейших реклам Которую я смотрел Вот она и про духи его Ребят, ну вот сейчас она здесь появится Я прям вот ее веником отхлестаю Ты подожди, не наводи кипиш Не, ну где она входит, я не пойму Прям вот веником отхлестаю Если она вышла из дома, значит она ушла С благородной целью Значит она ушла Потому что дом не пускает, если ее цель не благородной Давайте логически рассуждать Если она вышла с благородной целью Значит она что-то делает, что-то такое А может быть у нее было задание Про которое мы просто не знаем Скрытое? Ну например Я просто, ну она просто так не смогла бы уйти Вы все это знаете Блин Слушайте, у меня две версии Либо это люди в черном, либо она просто была подсобной уткой Подсобной уткой На сеткой Получается, если она подсобная утка, то у нас на самом деле не шесть родственников, а пять Но Милана же ее позвала Милана же ее видела Да, ребят Да Да, она же ее спалила И бабушка писала, что у нас шесть родственников Вот у нас шесть А Милана, а можно тебе вопрос? Бабушка в Росковье совсем другое писала Ты когда ее звала, ты зачем ее звала? Потому что она должна быть здесь Она должна быть здесь? Как же, как и вы все Значит, она родственница Значит, она не подсобная Это значит, что она наша родственница? Или тебе кто-то сказал Вот этот, помнишь, чувак приходил к нам? Мы с ним общались за столом Она родственница Она родственница А родственница тоже может быть подсобной? Значит, она просто дур Может, у нее договоренность с Изольдой? Больше ничего не могу сказать Ну, хорошо, если у нее договоренность с Изольдой, то какая ей от этого выгода? Кому? Изольдия или Лии? Лии, Лии Мы этого не можем узнать пока Ее либо заставляют и чем-то, я не знаю, шантажируют или еще Либо, потому что, ну, деньги-то большие, мы боремся за очень хорошее наследство Опять эта фотография, картина Зачем уколы? Уколы в глаза Лия не спит уже, которые сутки Это как-то связано? Уколы в глаза Уколы, может быть, она заболела Пошла в больницу, что ли? Ну, не знаю, мы бы знали об этом, да? Ну, как-то странно Она сказала Ну, да Если бы у нее что-то проблемы были какие-то В общем, тут как-то все неясно Мне кажется, это все люди в черном А что это картина? Почему она второй раз появляется? Я не понимаю И четвертый этаж Может, это подсказка какая-то, ребят? Четвертый этаж, обратите внимание, что в голове То есть, а голова вообще уходит в какой-то бесконечный туннель Минус четвертый этаж или просто четвертый этаж? Может, она реально на чердаке где-то? Что это такое? Так, это чувак синего цвета Ну, это мужчина-женщина какая-то Рядом с ним не только шприцы Тут какие-то скальпель Тут или что, как это вот эти приборы называются Ножи всякие Явно какое-то вот Пластик у лица Агрессивное Лия пошла делать пластик у лица Чтобы скрываться, Макс, да? Реально, серьезно Конечно, естественно Если бы ты не был бы тут, я... Ты где была? Тихо-тихо-тихо, не нападай Ты нормально себя чувствуешь? Лия Ужас, что-то с ней не в порядке Как и следовало ожидать, Лия вернулась с каких-то гуляний Успокойся, Лия Хорошо Что случилось? Что случилось? Ну, я не вижу, да с ней же Ну, буквально Иди ты с ней поговори Мне кажется, не стоит туда подходить Ты где была? По крайней мере, она жива, да? Без ранения всякого Она ведет себя очень странно Кого ты ищешь? Ты кого ищешь? Что ты потеряла? Что случилось? Где была? Что случилось? Ты нас всех напугала Кого? Где они? Кто они? Кто они? Ты о ком говоришь? Куда вы их положили? Кого их? Вы их спрятали Кого их спрятали? Ты что, мою постель-то трогаешь? Кого мы спрятали? Ты что, сумасшедшая? Где? Ребята! Я знаю, что они здесь У нее вострение Что-то случилось? Идите сюда быстрее Здесь, нахуй Все крушит, крушит Да успокойся Уди отсюда Уди отсюда Смотрите, что она творит Тихо, тихо, тихо Иди Спокойно Что случилось? Спокойно Что случилось? Уди отсюда От меня Знаю про вас Уроды Уди отсюда Вырежьте из комнаты Успокойся Из комнаты вышли Все знают все про вас Уди отсюда Ты что творишь? Что случилось? Вы ее поймаете? Не подходи ко мне Что случилось? Что случилось? Что не так? Уйдите Все отсюда Давай, хорошо Мы выйдем Зачем ты встал? Это моя вещь Уди отсюда Куда вы ее положили? Кого? Куда ты его положил? Куда ты его положил? Вы их спрятали Кого? Мы спрятали Мы тебя искали Тебя на день волновали С тебя приди Тебя не было весь день, Лия Чудо, блядь Куда вы его положили? Кого его? Я минуту назад вышла отсюда В смысле? В смысле минуту назад Тебя не было целый день Ты с ума Я вернулась Я на минуту вышла отсюда Куда вы его положили? Вы спрятали их Что? Вы их спрятали Куда? Деньги что ли? Или что? Куда вы их положили? Деньги Иди сюда Иди сюда Я не знаю А про что она говорит? Я сам не понимаю Она говорит, что она минуту назад вышла И сейчас вернулась Так ее не было весь день А она считает, что у нее не было минуты Подождите, одну минуту Она говорит, что у нее не было минуты Она говорит, что мы что-то взяли Что мы взяли? Положила пять штук Они лежали у меня Я их положила И они их куда-то убрали Где мои камни? Где мои камни? Я их положила Куда они их убрали? Это мои Это мои камни Я их убрала Кто их забрал? Я вышла буквально на минуту И их здесь нет Я тебя прекрасно слышу Можно они кричать Ты меня не слышишь Ты не понимаешь Куда они убрали мои камни? Где мои камни? Блин! Где мои камни? Сейчас их найду Я знаю, что вы их забрали Их от меня не забрали Тихо, мы у нее не было Мы с ней в одной комнате спим И просыпаемся Постоянно рядом Она под присмотром Я всегда за всем слежу Ее не было Мне кажется, у нее камни в почек Вилосовские какие-то А вы поняли? А вы поняли, что она сказала Что всего не было ее одну минуту Вилосовский камень, знаешь, что такое? На бессмертие типа Вау, какое бессмертие Вилосовский камень Ну ты отчего вообще? Камни бесконечности Камни бесконечности? Это как? Это серьезно? Какие камни бесконечности? Это добытые, знаешь, такие редкие камни Короче, из лунной породы делаются Из луны, да А вы знаете, что мне кажется? Просто сейчас новолуние Или как полнолуние И у нее просто идет какое-то обострение Вы видели ее шальные глаза? Да, да, да Они вообще такие черные Она в перене как будто нас не видит В перене, да Как будто что-то вообще Вот так Я не понимаю Это очень странно, опасно Я не знаю, что это будет Это очень опасно Ребята, я посмотрю вообще Может ее кто-то привел? Подождите Кто ее может привезти? Черныш? Какой черныш? Нет, никого нет Никого нет, не выходи Она вышла непонятно Вы заметили, что когда она сегодня Она не через дверь Смотри, она вроде успокоилась Вроде, вроде успокоилась Понимаешь? Я не знаю Я бы не стал А если я сейчас дойдем Она снова начнет прыгать И что тогда? Мне кажется, сейчас Милана ее успокоит Я просто не понимаю Ну вот это ненормально Вот так вот существовать Какие-то камни Что за камни? Вот она поэтому и шла Понимаешь? Она, наверное, пошла Какие-то камни свои искать Они, видимо, у нее пропали Она с утра свалила Пошла искать камни Ни хрена не нашла И подумала, что может Мы эти камни взяли Тихо, тихо, тихо Огонь! Я сейчас выбью ее, слышишь? Она тебя взяла за шпирку Вот так Я ее не выбьешь Я знаю, где она Что за камни? Что за камни? Я не понимаю Какие-то камни Какой-то бесконечности Я знаю Земли камни Куда вы их делали? Я знаю, что они тут А! А вдруг что? А вдруг... Говорит про какие-то Пять камней Ну, камни бесконечности Это как у Таноса Скорее всего Понимаешь? Какого нахрен Таноса? Ты о чем? Да ладно Да ладно Что тебе объяснять? Персонаж такой есть В Марвеле То есть она камни бесконечности потеряла? Скорее всего, да Мне кажется, она Танос Женского рода Таносиха? Да Таносиха Понимаешь? Это не все С такого Пять камней все сходится Милан, вы не знаете Что это у нас быстрее? А, точно, Танос же камни Да Вот она тоже Ну он бы здоровый Она что может? Вот она Понимаете, она говорит Что не было всего Одну минуту А мы как супергерои Да, получается? Ага О, я хочу быть Железным человеком Я хочу быть Железным человеком Я никем не хочу быть Я хочу быть Она не здоровая Она болела А, женщина Чем-то только Ты чё? Тихо, тихо, тихо Ты чё? Чё такое? Спокойно Чё она на меня-то бросается? Что случилось? Нифига себе Какая она грозная Вообще Она такая грозная Я знаю Что за камни? Ты объясни Мам, почему она так Камни? Ты права Я не знаю Я сказал про камни Почему она на тебя Так говорит Значит, она что-то знает? Ты взял ее камни? Нифига себе Какие камни-то я брал? Вот это дело О камне без калеке Ты сейчас говорил Про какие-то камни бесконечности Я вот не знаю Не про какие камни Ладно, он прикалывался Она просто услышала Так, не знавайся Ты брал ее камни? Да не брал ее камни Какие камни-то? Зачем мне ее камни-то? Ты с Вальшим тоже не ходил на дело? Да не брал ее камни Ты мне все время Все не договариваешь Говори правду Как есть дело Я не знаю, что за камни Я просто Сказал, предположил Что сразу Простите Она сейчас раскидала мой матрас Я вот ничего не знаю про камни Я хочу, чтобы мой матрас Лежал на месте Что мне теперь делать? Пойдем Пойдем Что ты ко мне пристал? Что это? А ты А ты А ты Она очень нерозная Ее надо оснащить А-а-а Аккуратно Ты куда их положил? Иди сюда Да оно Да не надо Лия, что ты делаешь? Что ты делаешь? Так хватит мне Скажи нам, что мы поймем В чем дело Лия Скажи, что за камни Может быть мы их все вместе поищем Скажи А-а-а Нет-нет-нет Успокойся 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 А ты можешь там мой матрас поправить? Так, Макс, где камни? Я не знаю, какие камни Это уже интересно Серьезно? Я тоже Это уже не шутки Поправить? Его надо сложить И застелить обратно Не то, что поправить Макс, признайся честно Если ты взял ее камни Лучше вернуть человек Видишь, что такая злость Ярость у нее Она шабашит Скажи, что там Может головой ударил Сейчас она надет Спасибо Может у нее Полаумие какое-то Полаумие? Полнолуние или полаумие? Нет, ты сейчас Ее честно скажешь Ты не брал ее камни? Ты не брал ее камни А почему она на тебя Так говоришь, что это ты? Подождите Стоп Вы хоть раз Катя Если у тебя эти камни Ну это мне кажется Может быть Да нет Вы что, прикалываетесь? У нее что-то просто В общем, она Она больна Она больна Это точно Головой, наверное Так, я хочу задания Мне срочно Нужны задания Мы тут с ума сходим Реально Можно какой-нибудь Мы какие-то камни потеряли Мне завтра сдавать экзамен По философии Расскажите подробнее О философии Китая Единственная китаянка Которая может это сделать Находится сейчас Не в уме Фаиль Боголиков Знаете ли вы Экзамен по философии Расскажите подробнее О философии Древнего Китая А вообще в Китае Была философия? Ну да Единственное, что я знаю О древнем Китае По философии Что вся суть Китайской философии Заключается в том Что мир появился Из яйца Из яйца? Да, было яйцо А курица где взялась? Вот это непонятно Китайцы решили Не отвечать на этот вопрос Что появилось яйцо Из этого яйца Появился мир И далее формировалась Вся культура К приходу иньянь Ну это я так, да По поверхности говорю Просто я как бы основу знаю Просто она мне Иньян Иньян Она мне не очень трогает Вся философия Китая Я где-то в другом месте Фаиль Боголиков Ты вот завтра зайдешь На экзамене говори А меня вообще не трогает Философия Древнего Китая Короче Вот все произошло Из яйца Все Конец Вот так и говоришь Что тебя не трогает Философия Древнего Китая Вообще абсолютно Слушайте Ну это вот мое предположение А слушай Ты знаешь Фаиль Боголиков Я предлагаю тебе Просто сейчас Открыть форточку Выставить Зачетку Кричать Халява приди Мне она помогала Это точно Мне это помогало Боголиков 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 Джан Фаиль Есть Мы как бы Все что сможем Сейчас тебе Расскажем Но есть еще Разные ссылки Сайты Там очень много Всего написано Мы к сожалению Не философы Если бы у нас Был ноутбук Между прочим Мы бы сейчас Так Но у нас Нет ничего Но у нас Нифига нет Поэтому ты заходишь Завтра смело Вот так Спинком Открываешь дверь Заходишь Короче Я сейчас вам Одну вещь скажу Нет так не надо Подожди Подожди Надень короткую юбочку Захлопни свою Захлопни Короче Заходишь такой Весь на понтах Как будто Это ты Декан этого института Понял Сразу ему в глаза Смотришь Чтобы он Прям глаза не отводил Смотришь И говоришь Короче Вся философия Китая Заключается в том Что мы из яйца появились А где была курица Я ей чампалах Надо дать Чтобы знать Где она шлялась Все время Пока яйцо это Вылюблялось Понятно И все И просто разворачиваешься Уходишь Дверь закрываешь За собой Как будто это твой институт И все Сразу пятерка И больше ты никогда не возвращаешься Нет Либо ты можешь надеть Такую короткую юбочку Кофточку И сказать Сделать такие глаза И сказать Философия Древнего Китая Это там Что все китайцы были Они философцы Если у тебя есть ручка Надо еще Покажи Что надо делать Я не знаю Так надо делать А да Философия Древнего Китая Ну это такая философия Нет На самом деле Фаиль Мы прикалываемся Но По чесноку Все что я знаю И там был Мао Цзэдун На самом деле Тема не раскрыта Потому что Должны же быть Какие-то билеты У него Правильно Мы вообще Ничего не знаем А почему Фаиль Вопрос такой Завтра у тебя экзамен Почему ты вот Готовишься сейчас К философии Я вот понять Этого не могу В чем дело Когда готовишься В последний день Только один способ Который тебе повезет Это зачетка Кричать Ловись халява Обычно я во время В 12 часов ночи Фаиль Боголиков В 12 часов ночи Вылазишь в окно Форточкой И орешь Очень громко Три раза Халява Ловись Или в принципе Милана может Часто заговор Сделать на завтрашний экзамен Если сработает Обращайся Реально Можем это сделать Если ты вдруг Заинтересован этим Это реально работает Ты можешь еще раз Нам сообщение послать И мы этим делом Замесли Если что Декану скажи Что ты Юрца Из Сочи Знаешь Адлеровский Короче Он сразу меня вспомнит Подождите А получается Он уже учится В институте И мы не знаем Кто у него Преподаватель Мужчина Или женщина То есть Если например Женщина То он может Прокодить Вдруг он красивый Он просто сделает Один раз Подмигнет И все Ему поставят Или например Можно подарить Если это женщина Нужно подарить ей конфеты Сделать комплимент Да ведь? Да Все женщины любят комплименты Не перед экзаменом Вообще в идеале Как бы Фаиль Ааа Нужно взять наушник Микронаушник А может через старосту Вопросы решит он Через старосту Это было уже в фильме В одном очень хорошем Советском фильме Староста всегда решает вопросы Любая староста Хорошая Если староста У тебя Фаиль То она договорится С преподавателем Как-то Там можешь Немножечко Это И вопрос решится Да старосты На самом деле Они такие еще Вредные Все время Они какие-нибудь Самые Да нет Я всю жизнь была Старостой Все вопросы были решены Это хорошо Что если у него Такая староста Как ты А если такая староста Как у меня Философия древнего Китая Что же там было Фаиль Фаиль Подойди к своей старости Я твоя староста Слушай Подходишь и говоришь Староста Как там ее зовут Я не знаю Подходишь и говоришь За любую Цена вопроса не стоит Помоги мне решить Этот вопрос Я тебя благодарю Я благодарю Все что нужно Бывает преподаватели Кстати даже Не обязательно Там за это дело За деньги Я говорю Бывает преподаватель Нужна тоже Какая-то помощь Там Дрова нарубить Или к бабушке Сидеть С детьми посидеть Всякая помощь Бывает нужна преподавателю Может быть ты водитель Подвезти там Кого-то родственников Встретить в аэропорту В общем Всякие бывают Может быть Нужды у преподавателя Они тоже люди И у них тоже есть нужды Подойди к старости И скажи Что ты готов на все И она обязательно Решит этот вопрос Обязательно решит этот вопрос Я хочу сказать Фаиль А еще проще Просто сам Выучи Что-нибудь О философии Древнего Китая Вот и все И думаю Это будет Самый оптимальный вариант А не искать Какие-то Обходные пути Обходные пути Так что Фаиль Боголиков Я надеюсь Что мы тебе помогли Ты красавчик Завтра удачи тебе Сдать экзамен По философии Будем ржать кулачки За тебя Напиши обязательно Как закончилось Будем переживать Да А я бы хотела Еще какое-нибудь задание Да Это крутое задание Задание Как это называется Мисси 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 Переходим на следующий уровень Давайте еще нам заданий Как говорит Макс Хочу заданий Это пункт Пункт Заданий Хочу еще заданий Где они Милана Наколдуйте Слушайте Крутой задание Наконец-то Мосс хоть поработал А Китай На самом деле Китай Вторая по территории Страна Вообще у них Развита философия Именно воинственности Потому что Кодекс Бусидо Это к японии У меня зовут Пабло И я хочу заданий Если вы не пришлете Мне задания Я приду к вам Я приду Я приду к вам И буду вас Терроризировать Нет Такого Я хочу Заданий Я вам говорю Что я хочу Заданий Почему вы так На меня посмотрели Вася Вася Ты дурак что ли Что ты делаешь Сам дурак Что ты делаешь Я хотел пас тебе дай Что опять Тебе пас дай Ну идиотик Да на еще раз Ты охренел Да все Да все Просто поймай Так прекратили Вы задания забыли Вы задания забыли Ребята приседайте Приседайте оба 50 раз Оба приседайте 50 раз Я просто хотел пас Забыли про задания Это Ирина Петровой Вот встали сейчас Оба приседайте Я считаю Вот как мне жить Вот в семье С человеком Мяч даже поймать не может Так оба Приседаем 50 раз Я не буду приседать Будешь За каждый конфликт Провокацию Грубое слово Батрить друг друга Восьмайший юрист Приседать По 50 раз Задание Действительно Сегодняшнего дня На протяжении Двух недель Стоем И приседаем О боже мой Вот это делаю Ради семьи Серьезно Поехали Давайте поехали Я считаю Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать Один Двадцать 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 Девять Двадцать Еще Двадцать 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 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Молодцы, ну вы теперь поняли, да, если еще раз такое произойдет, то вы опять будете 50 раз приседать. Да, мы еще поняли, когда ты спала. Если вам этого мало, то давайте можете идти дальше продолжать, там уже духи. Ох. Ха-ха. Фух. Хорошая Ирина Петрова, молодец. Что, тяжеловато приседать-то? Слушайте, я давно таких счастливых эмоций не испытывал. Ирина Петрова, большое спасибо. Шикарно вообще. Ноги забились, все хорошо. Идыхалка выравнивается. Молодец, Ирина Петрова. Ирина Петрова, спасибо тебе огромное за это задание, потому что 50 раз приседать. Я думаю, что это правильно. Я имею в виду, ты умничка, ты очень мудрая девушка. И я думаю, это нас сердцом объединит, и мы прекратим кусаться. То есть у вас будет враг, получается, враг вас объединит? У нас не любовь приседания. Ирина Петрова, хорошо, она как ангел-хранитель. Браг это конфликт. Браг это конфликт. А Ирина, она ангел-хранитель. Хорошо. Ангел-хранитель. Ты наш ангел-хранитель, Элина Петрова. Меня больше всего интересует мой матрас, если честно. ты можешь пойти его поправить, конечно а кто-нибудь может сделать это за меня? Макс, сиди-то и сходи она что-то потеряла ты что, бояка, что ли? он боится ли ты бояка? давай, камень-нжницы-бумага, пойдешь ты к ней или нет? ага, бояка, бояка ты что, это же сестра твоя? а вдруг она его укусит и он тоже заболеет мне кажется, знаете, ее укусило у нее бубонская чума опять она в нос она ворвалась уже в дом она что, знала, что у нее камни пропали? она сразу начала достать да у нее не было никаких камней знаете, что она делает? мне кажется, она просто специально это делает потому что она с Зольдой Катей либо у нее совсем шарики за ролик вы не хотите говорить, где она была и вот эта ситуация пытается просто отвести вопросы где она была чтобы вы как бы лишний раз что-то я устал я бы хотел поработать куда-нибудь, поехать куда? да ты считаешь, что она... на выезд какой-нибудь, да это уже... чтобы что-то не говорить она придумала эту историю с камнями как предположение а что она может, допустим, скрывать? просто я не чувствовала в доме никаких камней из-за которых она могла бы так сильно переживать слушайте, мы даже ничего не видели мы с ней в одной комнате то, что вы не видели, это... подождите, а может, она у кого-то в матрасе зачем она так в матрасе вот так прямо дергала? да, кстати, зачем она постель переворачивала? может быть, она спрятала их в матрасе и забыла? может быть, Милана здесь права а может быть, она просто психологически так защищается потому что не хочет говорить, где она была к нам сейчас что делать? я даже комнату не хочу туда идти а Макс, по-братски ты можешь правду сказать ты не знаешь, что-нибудь о этих камнях? я ничего не знаю а почему она к тебе докопалась? я не знаю, у меня уж бывает такое... она услышала, что ты про камни говорила потому что Максим ничего ей сказать не сможет почему? ну, потому что каждый из вас сможет ей начать задавать другие вопросы тихо-тихо-тихо-тихо-тихо давайте мы готовим, карты играем раздай карту так, два черви нет, нет нет? показалось у вас туалет может? ну что? нет, надо как-то успокаивать что-то делать потому что это же не... водой водой и успокоиться как? водой? ну давайте водой, потому что это не делать как-то в тот раз меня хотел успокоить ну, знаете, а это может привести к эффекту абсолютно противоположному а графин пропал куда-то? абсолютно противоположный она может психануть да, либо просто подождать а сколько ждать нам? я не знаю знаете, что самое опасное? что мы все можем потерять наследство из-за глупости какой-то неважно ли иной моей вася вася ксюхать и макса миланы осмелюсь сказать что она вряд ли конечно может быть но мне кажется это было уже всем понятно мы что мы можем потерять наше наследство и вообще друг друга из-за пустяка за бабки все равно происходит то что происходит просто блин если просто так уходить мы будем кипиш наводить и всю эту панику то как потом разобраться в этом во всем я не понимаю всякую фигню накрутили сейчас все равно сидим и говорим моим родственником был пабло ничего не знаю папа нет пабло пабло мой новый родственник он нормальный тип нет это пабло геликвейжен что-то мы должны сделать что я сказал что сегодня еще пабло как мы можем успокоить пабло пабло надо что-то предпринять я вообще-то с ним разговариваю он мне говорит я пабло из кабар я говорю нет ты пабло геликвейджен дружище где мой кокос крыши пожрали мой кокос я думаю что что она что-то скрывает Я так устала думать, что можно с ней сделать Давайте ее свяжем Нет, давайте все пойдем поговорим с ней, может быть Мне кажется, время сейчас идти очень рано, потому что она не готова на диалог Готова еще, да? Через сколько примерно она приготовится? Нужно время, чтобы она успокоилась, как-то я не знаю Только время А у нас нету каких-нибудь успокоительных таблеток у вас нет? У меня нет таблеток Я знаю одно хорошее успокоительное, но нам нельзя морозить Юрий, перестаньте Все, перестал Милана, прости Так, успокоительных у нас нет Средство отпадает Может, вырубим ее? Зачем вытаскивать? Ну а что делать? По вашему массаж нельзя делать родственникам? Ну как ты знаешь сестре массаж? А что такого-то? Слушайте, давайте попросим смотрителей, чтобы прислали нам на выпасит Или что-нибудь в этом роде Да, может быть, смотрителей попросим что-нибудь Они нам подскажут, что делать в этой ситуации нам с Лией Мы в затруднительном положении, уважаемые смотрители Может быть, поклонники Лии Может быть, вы знаете, что с ней происходит Такое с ней впервые Это прям настоящее бешенство у нее открылось Это очень опасно И если это сейчас вовремя не остановить, она может дальше прогрессировать Может, никаких камней не существует? То есть она просто больная получается Конечно Она просто... Как называются такие люди? Приступ? Да, они на Луну еще у них приступы Это кто такие? Это волки АУУУУУУУУУ Эпилепсия? Нет, не эпилепсия Это шизики Шизоипц Шизофрения Да, у них Обострение Надо в клинику обращаться Нам нельзя Надо ее дотащить, чтобы до наших бабок мы добрались подождите, Милана, а у вас есть какой-то шаманский обряд или какой-нибудь еще? может не правда, ее как-то обрядом травками помните, вы мне голову так вылечили руками, может быть, вы ей сейчас что-то вылечите как-то вы поймите, я могу помочь человеку, когда он хотя бы не сопротивляется когда он сам этого хочет, да, я же хотела когда это было необходимо она меня вытолкала она не хочет помощи она взяла ее за шкирку, представляешь да ты что? я считаю, что мы должны ее бросить на съедение волкам где мой кокаин? я не знаю, что делать она плохая с утра она раскидала наши матрасы, она ку-ку постель нашу а вдруг мы так уснем, а она будет на нас нож я сперваюсь вас втыкать я понимаю, а что делать? может быть, она успокоится и все расскажет я не знаю надо в комнату, может, замки сделать ее положить сегодня здесь а мы заметили, что мы никогда вот с Миланой ой, прости, Милан с Лией мы вот никогда прям так и не пытались ее на самом деле узнать понять и немножко и вообще как-то дать раскрыться мы как-то все веселимся туда-сюда как-то что-то говорит а вот с ней у меня ощущение, что я с ней вот не сближался хотя делали карманную кореянку и так далее но так по факту я ее вообще ни о чем не спрашивал кто родители, когда, что она а я объясню, почему почему? потому что неоднократно, когда вы пытаетесь о чем-то поговорить спрашивая у нее как правило, она ничего не говорит сама вы просто уже психологически настроили что, ну, раз не хочет говори, да смысл спрашивать? ну, может, она не понимает, что ей будет полезно это говорить и сближаться с людьми есть просто такие вещи, когда люди не понимают что им нужно они просто привыкли как-то жить а когда ты им говоришь, они просто не понимают они считают, что они правы абсолютно то есть они даже не посмотрят в себя они будут защищать свою правду просто поймите Лия такой человек который очень сложно подпустить к себе кого-то ей очень тяжело а тут, как бы вот, кто бы что из вас не говорил что вас насильно привели заставляют вас здесь сидеть и вам действительно сложно ей сложнее всех она очень свободолюбивая ну да, можно да, мы все здесь любим свободу так-то, Алесики на минуточку я говорю про уровень того, кто как из вас жил да, как она плакала, когда в Москву попала все равно у каждого были свои какие-то ограничения как она плакала, не хотела из Москвы вот выезжать позавчера, когда мы ездили на презентацию я тоже не хотела я хотела кофе, например, и что она рыдала просто рыдала я тоже рыдала, когда Вась-Вась не дал мне кофе ты тоже такая же да, почему? давайте будем обо мне говорить и не понимаем что мы о ней-то говорим все время уже давайте обо мне поговорим оставай, я тебе поговорю что ты любишь? да нет, ну что? это очень странно да как она не понимает, что она если за такими бабками мы идем то нужно как-то отбрасывать свои вот эти вот все свободолюбивые ну тут два варианта может быть либо и не нужны эти бабки я вон картошку ем и жирею здесь и ничего как-то не бешенством не страдаю слушай, а может быть, если такая ситуация может быть попросить наших смотрителей уважаемых смотрителей если вы сейчас смотрите нас и видите какая у нас тут ситуация может вы дадите задание чтобы идию отпускались на несколько вот и все привет Ли как ты себя чувствуешь? ты матрасы поправила? ну что-то не выспалась вообще будешь жонглировать? нет, сейчас пачкучем психологически ну полежи по спине немножечко да, у нас там просто помнишь 100 миллионов долларов австралийских и пару замков чтобы это короче, можно я тебе честно задам вопрос? давай ты сумасшедшая? нет это ее честный вопрос да, прекратите, я только что попалась ну ответь ей тоже просто да так, хорошо, вопрос номер два тебе бабки нужны? деньги нужны? я не понимаю сейчас это к чему? нужны, да? не нужны тебе деньги ну? в смысле не нужны ты вообще при чем? что случилось? я хочу просто сказать ты сегодня вышла и мы очень переживали тебя не было весь день че? ты весь день не было реально ты дурак что ли? пора привыкнуть к этому дому ты выходишь и кажется проснулся потому что ты дурак хорошо, я дурак ты дурак хорошо, я дурак тебя не было весь день я только что проснулась как только ты проснулась? ты спала? Катя, с тобой ты че? так, в нашем доме было буквально дня 4 спокойного что тебе снилось? не снилось, что я просто сплю вы ходите бегаете я раскидываю матрасы и все а это сон тебе снился, да? кукушку да а что такое? хочешь водички? давай все хорошо сейчас у тебя ничего не болит а в смысле, а что случилось? что вы на меня смотрите все? у вас что, проблемы какие-то что ли? или что? нет, нет, все хорошо у Павла есть проблемы а, ну окей, разбирайтесь сами нет, ты просто очень долго спала вы просто соскучились а, окей, ну тогда не ведите себя как дебилы тогда, хорошо? все окей все нормально так, ладно, все нормально все хорошо бабчуру свою не потеряем что ты на меня так смотришь? алло нет, не теряемся на самом деле все нормально просто сегодня просто много чего разного происходило вот у тебя все хорошо, да? у тебя все нормально Лия Лия, Лия, а вот у Павла есть вопросик он как бы хочет тебя спросить а ты матрасы не хочешь убрать назад? там мой матрас какие матрасы? ну ты же в комнате сейчас была? ну да а там везде матрасы валяются как бы они не валяются я только что встала и там все нормально как это? так, я хочу посмотреть Пабло хочет посмотреть Ребят, вы что? да мы что-то сегодня день такой мы что-то это все как-то на нервиках что-то и это не бери голову вот у нас сегодня много заданий пришло нам надо короче новогоднюю это готовить она брунишка вот так и отходи ну прям парни тебе нужно танец танцевать я песню пою слушайте, действительно матрасы на месте только знаете что самое странное? что моя подушка лежит теперь около окна и кровать заправлена заправлена? я никогда не заправляю кровать вообще-то отстой это подозрительно слушай ну спасибо что ты оказала мне такие услуги и потом я когда заработаю отдам тебе денежку за что? ну сплю я только в другую сторону там за то что ты заправила мою кровать главное отдай побольше да да Пабло? ногами вперед мы не спим да? да сказала Пабло я сказала Пабло слушай зачем ты это сделала? ты просто не хочешь говорить да? где ты сегодня была? Пабло сделала что? ну ладно все нормально давай я у меня меня хотели сказать одну штуку пропустила сегодня потому что только что поспала и прям только что задание пришло и тебе пришло, а задание ушло из плазмы Нам, короче, надо праздник делать. Детский праздник новогодний. В больницу ехать с детишками? Да, нам, тебе надо, вот. А с Еленой Аржитовой и станцевать танец тебе нужно. Катюша, по-своему, я спою. Ксю, расскажи. Ну, какую песню? Мне покажет танец. Я дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Да, дети, это не подходят, эта песня. Нам нужно собрать общий капитал для нужд героев 3000 тир. Вот, и я думаю, как-то стоит снова это озвучить. Мне кажется, знаете, если вдруг вы видите нас и хотите помочь, пожалуйста, нам нужно собрать 3000 тир. Давайте всем миром поможем, да? И все, я думаю, мы, я думаю, прямо завтра уже соберем. Пабло считает, что... Ну, как бы сбросить тиры, да? Ну, 3000 это даже что там? Понты, да? Конечно. Тем более детям. А какую песню детскую страну? Слушайте, Пабло считает, что нужны какие-то волшебные песни. Вогодние игрушки, свечи и хлопушки. Вот про снежинку есть песня. Что вот-вот растает, Исполни, пучки. Вот, вот эта песня. Со старой уходит даль, Снежинку хрупко спрячь ладонь, Желание загадай. Это хорошая песня. Смотри, с надежды ночной руси, Некрепко ладонь сжимай. Я запишу слова еще. И все, о чем мечтал спроси, Загадывай и желай. И Новый год, Что вновь настанет, Исполнит мне мечту твою. Надо собрать все эти песни. Если снежинка не растанет, В твоей ладони не растанет, По гачицы и 12 бьют. За неделю можно собрать эти песни. Если просто по 100 тир. Допустим, 30 человек. От количества смотрящих нас. Возможно, это все произойдет очень быстро. Мы можем сделать с тобой парный танчик. Такой акробатический, Чуть-чуть с поддержками, С каким-то. Или ты можешь это сделать. Типа контем? Типа контем. Не хочу одна. Не хочешь одна? Поп, скидывайте деньги на нужды больных, Больных детишек. Ведь это самое важное. У них и так никого нет. А так мы можем принести им чудо И показать вам, Что это не страшно И можно помогать больным детишкам. Присылайте, пожалуйста, Сколько кто может. Первый, первый. И тогда мы сможем сделать мир добрее. Давай попробуем танец. И докажем детям, Что чудеса есть. И они случаются под Новый год. Какой-то танец нужно придумать. Макс, ну-ка, давай пи танец робота. Попробуем. Потрепетируем сейчас сразу все. Танец робота. Танец, стих, песни, все что годно. Линя, ты же классно делал. Мы можем сделать карманную кореянку. Хочешь? Ты напрыгнешь на спину, Мы будем бегать. А потом детки увидят, Что это нормально. И мы будем всех детей вот так тоже катать. У нас будет карманный Сашка, Алешка, Там карманная Настя, Карманная Вика, еще как-нибудь. Ты вообще будешь катать на спине? Ну, покатаю сколько смогу. Прикольно же будет. Вот, пусть они нам задание дают. Что мы можем сделать? Какую-нибудь сценку с Вася-Вася. Мы можем взять какую-нибудь сказку. Какие сказки из детских? Колобок. Нет, нет, оставьте какую-нибудь Проснежную королеву. Крепка. Новогодняя сказка. Новогодняя, да. А Снегурочка есть у Островского. Есть там... Снегурочка? Да, Снегурочка. Которая перепрыгивала через костер и растаяла. А можно я буду ночью? Это грустная сказка. Грустная сказка, все. Я хочу быть ночью. Нет, надо сказку-то на двоих. А мы не можем что-либо быть сестричками-лисичками? Ну, или мы можем придумать что-нибудь, не брать сказку, а что-нибудь такое. Вы можете играть... Вы можете быть клоун. Бим и Бом. Ну, отлично, клоуны. А мы можем озвучивать. Причем, мне кажется, это будет очень интересно. То есть, например, Василий... А вышел Бим погулять. Нет, не то есть, не комментировать действия, а именно озвучивать их. То есть, например, Василий идет. Василий, можно Вас попросить идти? И что? А, по снегу. То есть, кто-то вот так вот снег озвучивает, понимаете? Ну да, прикольно. Я могу театр. Я могу только ветер озвучивать. Да. Ну да, можно и такую сказку сделать. А потом он так идет. А потом он так идет. Мимо-бум. Да. А детишкам нравятся всякие такие забавные шоу. Да, я поэтому и говорю. Да, слава Полунина. Блин, снежный шоу. Я могу пантомиму сделать легкую. Вы можете прикалываться над детьми. С Вас чем делать пантомиму? Два пантомима. Два пантомима. Два пантомима. Два пантомима. Я не умею делать пантомиму. Я не знаю, как это. Ну можно же научиться. Пока что есть время. Да, время есть еще, ребята у нас. Вы же рэп учились. Подождите, а до какого нужно это сделать? Ну это новогоднее. Я думаю, ближе к Новому году. Клоунаду можно сделать. За дни 10 до Нового года. И когда вы придумаете, что вы хотите, я попробую сшить вам костюмы. Точнее я вам сошью костюмы, но нужна ткань. О, ну мы найдем на ткань. Смотрители нас смотрят, любят. И они нам помогут. А, так вот, да, на нужды героев соберут. Здесь как вы только определитесь сразу. Классический номер клоунады. Только что придумал. Классический только что придумал? Да, только что придумал. Ну, а просто у клоунады есть классика, по которой идут рыжие, рыжие, какие-то белые, черные-белые. Противоположности. Да, например, Вася-Вася собирается на море. Ня-ня-ня, открыл, да, там. А я отсюда стою, вещи выбрасываю обратно. Он вроде поставил, все сложил, сложил, только закрывает, а вещей нет. Смотрит, вещи там лежат. Если так... Ёлку наряжал. Да. А ты игрушки снял. Это всегда смешно. когда эти дети они понимают что происходит а дальше что он опять начинает собирать он собирает собирает опять вещи опять их вытаскивать он должен смешно крутиться около чемодана да я могу мороженое есть нервно выкинуть там прошелся вокруг чемодана что произошло что такое выглянул обратно посмотри там тут выглянул у него тут нос например надет зашел обратно носа нет и опять за чемодан ну то есть там куча куча фишек новое задание милана роман чо милана набор энергии милана знает путь духовное обогащение на родине набор сил для дальнейшего направления просвещения наследников ее уже ждут сокровенное место вход только для нее это значит тайная комната милана у тебя есть какое-то сокровенное место куда войти надо а ну куда она входит уходит постоянно романа где она исчезает естественно только мы туда не можем я все поняла пожалуйста юрий перестаньте ладно а что я говорю я не понимаю я что-то я знаю что вы думаете вы очень громко думаете я знаю про что в вашу комнату где мы никак не можем на мне кажется нет только милана знает путь духовное обогащение на родине то есть кто-то ее зовет на родину а ты откуда си откуда смоленск то есть какой-то роман че и маленск значит зовет ее куда-то зовет на родину для набора сил для дальнейшего направления просвещения наследников ее уже ждут то есть где-то ее ждут на какой-то родине где она должна туда поехать и набраться там сил но только я не знаю хочет ли этого милана а хотя это задание нельзя уезжать из дома почему а если это задание то наверное можно я смогу выезжать я же вам говорила просто не сейчас но задание пришло надо выполнять так что же мы значит можем отпустить милану нет не с миланой здесь спокойно как мы милану отпустим мы не можем милану отпустить роман че тем более неизвестно кто это такой роман че че как так незнакомому человеку мы будем отпускать вообще-то с камерой как бы смотри есть три богатыря юрец вось вось чья и че вот и сказочки конец а кто слушал молодец нет стоп а роман че как бы будем ну вход только для нее вы можете довести ее до места а войдет она она одна вы подождете там несколько минут милана набор энергии что-то там было кстати набор энергии в общем мы пока не знаем что с этим заданием делать я все да ты все о все вопрос сделаешь что задание сама милана макс все уходит из дома на два дня зачем да ну это не такое серьезно на два дня отлично ты рада я тоже нифига себе а куда же вы пойдете просто я не понимаю куда мы пойдем заработаете денег может быть просто вам нужно уйти из дома на два дня у вас здесь не быть идите зарабатывайте деньги два дня целых вы можете столько денег заработать подождите а где я жить буду два дня мне надо в сочи лететь вы должны провести это время с большой пользой для нашего проекта для нашего до для нашего сейчас что ли конечно собирайтесь собираться а можно это задание завтра начать выполнять я думаю можно тут же не написано срок я думаю завтра я думаю завтра я думаю когда завтра утром видео у gravitational будет смотреть у меня так что там может быть это время и вот это время и